Добрый день, уважаемые слушатели лектория Челябинской областной научно-универсальной библиотеки. Рад приветствовать вас в таком формате. Собственно, будем осваивать, так скажем, новые горизонты, условно говоря. Сегодня наша лекция будет посвящена, как всегда, лекторий, как правило, приурочен к определенным датам. И вот сегодняшняя лектория не исключение. И наша сегодняшняя лекция будет посвящена фигурам английской женской прозы XIX века. Таким, как Джейн Остин в двух словах, особенно сестрам Бронте. Одной из них исполняется, юбилейная дата в этом году, Энн Бронте. Младшей сестре, которая, кстати, гораздо меньше известна, чем ее старшие сестры Шарлотта Эмили. И таким фигурам, как, например, Элизабет Гаскелл, у которой, кстати, тоже юбилейная дата в этом году, Джордж Эллиот. Вот такое неожиданно плотное присутствие женщин-писательниц в пространстве английской литературы нескольких десятилетий, буквально. Это на самом деле явление не случайное. Но начать я бы хотел лекцию вот с чего. Мы традиционно при словосочетании «женский роман», испорченной современной литературой, представляем себе по преимуществу массовую билетристику в жанре так называемого «розового романа», который рассказывает нам о, так скажем, душевных тревогах и, извините, постельных приключениях какой-нибудь офисной работницы или продавщице небольшого бутика, который мечтает встретить своего принца. Это очень часто истории таких современных золушек, условно говоря, и так далее, и так далее. Но на самом деле в словосочетание «женский роман» традиционно вкладывается и несколько иное, гораздо более серьезное отношение. И как раз к этому отношению причастны наши с вами героини, которые вообще-то бились, можно сказать, жизнь положили на то, чтобы под словосочетанием «женский роман» понималась, можно сказать, проза, сопоставимая с прозой авторов мужчин, конкурентная по отношению к ней, проза серьезная, созидательная, рассказывающая о современном им тогдашнем писательницам обществе, о его теневой стороне, о его стороне, так скажем, парадной и так далее, и так далее. И вот именно в этом смысле «женский роман» как явление серьезной литературы, явление, которое достаточно долго кристаллизовалось, и прошло очень непростой путь развития, сформировался именно в английской литературе середины XIX века. Это время, которое традиционно называется викторианской эпохой. Именно писательницы, представительницы викторианской эпохи, можно сказать, создали этот жанр и заставили говорить о нем, как, можно сказать, о фактически новой модификации реалистического или романтического романа. Здесь можно спорить, но так или иначе, о новой жанровой разновидности английского романа XIX века. Тут надо пару слов сказать о самой викторианской эпохе, поскольку именно контекст обуславливает во многом и содержательную, и стилевую специфику этих текстов. Что же за эпоха такая, викторианская эпоха в истории Англии? Эта эпоха совершенно особая, которую современные англичане вспоминают до сих пор с большим уважением и в то же время с внутренним содроганием, сейчас объясню, почему. Эпоха, в которую были созданы многие культурные символы британской идентичности, существующие до сих пор. Когда в Лондоне проходили Олимпийские игры, мы помним этот момент, и наверняка многие из вас смотрели трансляцию открытия Олимпийских игр в Лондоне, закрытия Олимпийских игр в Лондоне, так вот на открытии, можно сказать, было такое красочное театрализованное представление, в котором были отражены узловые эпохи британской истории. Там был Робин Гугу с его вольными стрелками, и особое внимание было уделено викторианской эпохе, ее заводам, ее постройкам, ее таким вот культурным узнаваемым символам, джентльмен в цилиндре, дама, соответственно, в платьях 19 века и так далее, и так далее. Почему? Потому что в Британии очень многие константы викторианского сознания присутствуют где-то на подкорке, а где-то и, можно сказать, на переднем плане до сих пор. Это была очень мощная созидательная эпоха, которая в то же время породила немало противоречий, из которой периодически приходится современным авторам в литературе спорить, периодически чему-то учиться у викторианцев и транслировать их опыт для дальнейших поколений. И эта эпоха пришлась, как можно догадаться из названия, на время правления королевы Виктории, которая до сегодняшнего дня считалась самым длительным правлением британского монарха вообще за всю историю страны. Но вот современная нынешняя королева, нынешний монарх Елизавета II уже побила рекорд своей легендарной предшественницы, но королева Виктория правила чрезвычайно долго для того времени, с 1837 по 1901 год. И примечательно, что эта маленькая женщина, она была очень небольшого роста, пухленькая, такая пышечка, условно говоря, в первую очередь рекомендовавшая себя именно как домохозяйка, любящая жена, любящая мать. Итак, правила огромной империи, которая простиралась на территории практически всех континентов империи, которая, как гордо заявляли британские колониалисты, настолько велика, что над ней никогда не заходит солнце, потому что британская империя распростерлась на всю планету. И если на одном краю планеты солнце восходит, но там тоже есть британская империя, то на другом конце планеты оно заходит, и там тоже британская империя, значит над ней солнце не заходит никогда. И удивительно, как этой маленькой женщине удавалось править такой огромной империей. Но факт остается фактом, во времена королевы Виктории империя достигла своей максимальной величины, своего максимального расцвета. В это время у британской империи самое большое количество колоний на всех континентах практически, и даже можно Антарктиду упомянуть добрым словом, которую британцы тоже пытались покорить. Мы помним наверняка эту знаменитую эпопею с гонкой к Южному полюсу между датчанами во главе с Руалом Амундсоном и англичанином Робертом Скоттом, трагически закончившуюся для англичан и для Роберта Скотта, чья экспедиция погибла в Антарктиде. Но и здесь, и на этом континенте Британия пыталась утвердить свое могущество. И действительно, во времена королевы Виктории Британия была державой с самым мощным флотом, с самым большим количеством колоний, с самым большим оборотом торговым от всевозможных операций, производившихся на всех континентах, на всех океанах и так далее. Британия охватывала сама, будучи достаточно крошечным государством, расположенным на Британских островах, территорию практически полмира, условно говоря. И, собственно, Британская империя, вот такая, можно сказать, могущественная и серьезная, была действительно одним из главных игроков вообще на мировой политической арене. Британская империя задавала тон в мировой политике, от нее зависели практически все, можно сказать, экономические, политические, военные союзы тогдашних крупнейших государств. И в том числе отношения с Российской империей, да, Британия вела, например, с нашей страной Крымскую войну, которая закончилась, к сожалению, поражением для нашей страны. Позже Британия, опасаясь усиления Российской империи, на Востоке развязала так называемую большую игру, политику шпионских всевозможных вот таких вот акций и взаимоотношений на территории Средней Азии, Ирана, Индии и так далее, так далее, опасаясь, что Российская империя заберет у Британии Индию. Британия вела опиумные войны с Китаем, принуждая Китай открыть порты для опиума, ввозимого Англией, для того, чтобы иметь возможность обменивать его на китайские товары и, по сути, подсаживать на опиумную иглу китайских потребителей и так далее, и так далее. И, несомненно, Британия была не только, можно сказать, вот таким большим политическим игроком в это время, но она была и кузницей технологий. В времена правления королевы Виктории Британия самая технически развитая держава в мире. Все самое передовое производится здесь. Здесь первые паровозы придуманы в Англии, первые пароходы, хоть их потом на поток поставили на производство, американцы придуманы в Англии, и, соответственно, всевозможные научные открытия совершаются в первую очередь здесь. И словосочетание «британские ученые» еще не приобрело современного иронического контекста, потому что британские ученые в XIX веке – это действительно мировые величины. И перечень этих ученых займет, на самом деле, огромное пространство. Среди самых известных, как минимум, имен – это Чарльз Дарвин, это Роберт Рейзерфорд, это, соответственно, Герберт Спенсер и так далее, и так далее, и так далее. Что касается развития научно-технического, апофеозом, можно сказать, британского успеха в этой отрасли стала знаменитая всемирная выставка достижений науки и техники, которая была проведена впервые именно в Британии в 1851 году по инициативе принца Альберта, мужа королевы Виктории. И это его любимое дечище должно было продемонстрировать всему миру, каких успехов добилась Британия в научно-технической сфере. Специально для этой выставки было построено совершенно небывалое, беспрецедентное по тем временам здание, состоявшее из стекла и бетона, никто так тогда не строил, под названием Crystal Palace, хрустальный дворец. И в этом здании располагались павильоны выставки, и это было похоже на, не знаю, космический корабль, приземлившийся в середине средневекового замка, да. То есть хрустальный дворец производил впечатление чего-то абсолютно инновременного, иномирного, откуда-то из будущего прилетевшего сюда в середину XIX века. Все это доказывало безмерное могущество Британии во всех отраслях. И именно в Британии появился в Лондоне первый метрополитен, да, уже в середине XIX века, как раз в викторианскую эпоху. Именно британский ученый Чарльз Дарвин произведет настоящий переворот в умах людей, да, со своей теорией эволюции, заставив многих разочароваться в религиозных постулатах, в идее креационизма. И хотя теорию Дарвина впоследствии будут неоднократно корректировать, критиковать, спорить с ней. Тем не менее, дарвинизм состоялся именно как вот такая очень мощная альтернатива религиозному сознанию и поколебал, ну, можно сказать, веру очень многих, сдвинул их взгляды в сторону, если не атеизма, то гораздо более прагматического взгляда на вещи, и так далее, и так далее. Несмотря на то, что, в принципе, викторианская эпоха – это эпоха твердого, незыблемого авторитета церкви, несмотря ни на что, да, хотя среди светских кругов на самом деле распространяется мода на научное, в многом атеистическое, позитивистское мировоззрение, которое науку, точные научные факты ставят во главу угла и утверждает, что только то, что измеряемо и изучаемо наукой, достойно того, чтобы считаться реальностью. То есть, все, чего мы не видим и все, чего мы не можем измерить, взвесить и посчитать, не существует, условно говоря. И позитивизм, хотя он появился во Франции благодаря Агюсту Конту, расцвел опять же буйным цветом на Британских островах, благодаря Герберту Спенсеру, который попытался законы дикого природного мира, принцип естественного отбора, например, применить к человеческому обществу, к взаимоотношению между индивидами, классами и так далее, так далее, так далее. В викторианскую эпоху происходит значительное перемещение баланса внутри социальных стратов. На передний план постепенно выходит средний класс. Это не значит, что аристократия в Британии перестает играть ведущие роли, но наряду с аристократией все более важные посты, все более важные места в обществе занимают выходцы, из среднего класса, из лондонского сити, торговцы, коммерсанты разного рода, юристы и так далее, так далее, так далее. И именно эта прослойка постепенно начинает становиться одной из основных аудиторий литературы, то есть буржуа становится читающими, и это тоже производит свой определенный сдвиг в британской культуре. Кроме того, происходит определенная демократизация общества, да, слои общественной викторианской эпохи становятся более проницаемыми, сделать себе карьеру, если ты даже низкого происхождения в сфере культуры, литературы, теперь значительно проще, чем в 18-м, уж тем более в 17-м веке или в средневековье и так далее. И демократизация общества заключается в том числе в предоставлении более широких прав различным слоям населения. И несмотря на то, что, да, действительно в викторианскую эпоху еще очень много пережитков, да, разных достаточно варварских пережитков эпохи первоначального накопления капитала, например, как то детский труд, труд женщин на предприятиях, когда беременные женщины, извините, должны были толкать вагонетку с железной рудой, это было нередкостью на заводах Ливерпуля, Манчестера и так далее, так далее. Вот когда рабочие все еще дискриминируемы, да, тем не менее определенные подвижки в плане демократизации общества в викторианскую эпоху происходят. И одной из таких подвижек становится чертизм, движение в защиту рабочих прежде всего, в защиту предоставления им гарантированных прав. Само слово чертизм появилось благодаря английскому слову charter, да, хартия, то есть это некая демократическая хартия, документ, который должен был быть принят парламентом, где рабочие излагали свои требования к защите их труда, к регламентации рабочего времени, например, предоставлению им отпуска, в том числе по инвалидности, пособия и так далее, так далее, так далее. В общем, всех тех вещей, которые сегодня для нас в норме, да, тогда оказались чем-то совершенно немыслимым, каким-то наглым требованием со стороны рабочих и так далее. И парламент хартию не принял. В нескольких чтениях хартия провалилась на самом деле, не была принята парламентом, и именно тогда возник чертизм, как движение протеста против неуважения прав рабочих, да, чертизские комитеты стали создаваться во многих английских городах, призывать людей к забастовкам, и чертистов разгоняли конной полицией, в них стреляли, их сажали в тюрьмы. Но несмотря на разгром чертизского движения, оно оставило огромный след британской истории и в конце концов привело к тому, что законодательство в сфере трудовых отношений было пересмотрено. Еще одним, так скажем, следствием чертистского движения стало возникновение профсоюзов, постепенное снятие различных запретов на, так скажем, перемещение рабочих по вертикали внутри предприятия, и наоборот запреты на детский труд, который в конце концов к началу 20 века будет запрещен, и так далее, так далее, так далее. Все это заслуги чертистов, все это во многом их вклад, да, и можно сказать, что чертизм отразился непосредственным образом на литературном процессе. Соответственно, чертизм находит отражение в целом ряде литературных произведений этой эпохи, например, в романе Чарльза Диккенса «Трудные времена», и не только, в том числе и в творчестве некоторых из наших сегодняшних героев, в частности, Элизабет Гаскин. Один из ее романов тоже затрагивает вопросы чертистского движения. Что касается викторианской эпохи, то в первую очередь, конечно, она ассоциируется не только с процветанием империи, и изменениями в социальной структуре, но в первую очередь с культурой. Викторианская эпоха – это время, порождающее совершенно особую культуру. Культуру запретов, очень жестких запретов, регламентирующих в первую очередь приватную сферу жизни, запретов, например, на сексуальную жизнь, условно говоря, когда супруги, даже если пару таких курьезных фактов привести, в своей супружеской постели обязаны были лежать, извините, одетыми в специальные ночные рубашки, а сексом, извините, заниматься, так скажем, в строго отведенное время и так далее, и так далее. Когда, скажем, купание женщин в водоемах осуществлялось с помощью специальной, так называемой, купальной машины. Сейчас я эту купальную машину покажу, вот, если вам видно в камеру, соответственно, это были такие кареты, которые, соответственно, были закрыты со всех сторон, заходя в которую женщина переодевалась, надевала купальный костюм, соответственно, а потом эта карета выезжала на мелководье и давала возможность женщине спуститься в воду, так, чтобы с берега ее не было видно, чтобы никто не мог увидеть даже хоть маленький кусочек обнаженного женского тела, вплоть до того, что в викторианском доме даже кочерга драпировалась специальными тесенками, да, разного рода какими-то полотняными, значит, занавесками, ширмами, вот, чтобы ни один предмет не выглядел обнаженным, условно говоря, да, и в костюме викторианской дамы строго регламентировалась, например, длина перчатки, да, и, скажем, размер, вот, как скажем, участка обнаженного руки между рукавом платья и перчаткой, соответственно, который должен быть строго не больше вот какого-то отведенного размера и так далее. То есть вот эти примеры убеждают нас в том, что викторианское общество было настолько зажато в тиски вот этих вот норм морали, да, доведенных до абсурда иной раз, что, например, даже на книжной полке книги авторов мужчин и авторов женщин ставились обязательно по разным углам, только если они, исключение делалось только в том случае, если эти авторы были муж и жена, только в таком случае их книги могли поставить вместе на полку, да, то есть даже до этого доходило дело. И викторианская культура – это, конечно, время очень строгих запретов и норм, где одним из ведущих вообще механизмов, так скажем, общественного сознания является культура стыда, да, во многом навязываемого обществу, да, вот, собственно, стыд становится одним из главных механизмов культурной регуляции, да, вот эта картина знаменитая Уильяма Холмана Ханта называется «Внезапное пробуждение стыда», да, она изображает сцену как юная дама, подвергающаяся ухаживанию некоего светского хлыща, да, кавалера вдруг чувствует, соответственно, приступ стыда и, очевидно, смутившись, пытается убежать от этих ненужных ей ласк, соответственно. И идеалом викторианской морали становится крепкая семья, в которой все прилично, все в рамках разрешенных взаимоотношений, где муж – это глава семьи, где жена – это верная его опора, хранительница домашнего очага, и, конечно, примером такой идеальной семьи была семья самой королевы Виктории, да, ее взаимоотношения с принцем Альбертом, их отношения с детьми, да, и вот, соответственно, сама семья королевы Виктории должна была служить тем эталоном, на который обязаны были равняться дамы и джентльмены викторианского общества. При этом викторианское общество, будучи зажато вот в эти очень тесные рамки, да, в эти очень строгие тиски, конечно, порождало в том числе и лицемерие, и мораль до сих пор в английском языке, да, в культурном обиходе. Слово «викториан» нередко означает «ханжеских», да, «лицемерный», условно говоря, и так далее. И в этом отношении викторианское общество впоследствии неоднократно критиковалось, в том числе и изнутри, особенно уже в поздневикторианскую эпоху, в 70-е, 80-е годы писатели нередко показывали оборотную сторону викторианского общества, где за этим ярким, таким вот прочным фасадом скрыты свои скелеты в шкафу, где викторианские поместья, которые должны быть оплотом морали и нравственности, превращаются в гнездо порока, в замкнутое пространство, где скрываются постыдные грехи, где обязательно есть внебрачные дети, какие-то нерегламентированные отношения между хозяином поместья и служанками, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом викторианское общество, будучи вот таким вот очень строгим, да, и морально регламентированным, обязательно превращает литературу в средство воспитания, морального духа, оно дает какие-то прочные основы, и так далее, и так далее. Но тоже не стоит представлять себе викторианское общество полностью зашоренным, чопорным, застегнутым на все пуговицы. У него есть и своя такая очень забавная оборотная сторона, выражающаяся в эксцентрике. То есть викторианское общество, требуя какой-то вот такой вот собранности в моральном плане, разрешает легкое чудачество. То есть викторианскому джентльмену не просто разрешается, но и положено быть немножко чудиком. То есть немножко чудить, это нормально. Не случайно, собственно, в викторианскую эпоху возникает целое такое своеобразное направление в английской литературе, как направление, как литература нонсенса, литература абсурда, литература чепухи. И такие авторы, как, например, Эдвард Лир, Ньюис Кэррол вносят свою лепту в развитие вот этого, можно сказать, викторианского юмора, который заложил основу под английским юмором, каким мы его знаем сегодня. Знаменитый насмешник Эдвард Лир пишет свои стихи, в которых, как в перепутанице Корнея Чуковского, жабы по полю гуляют, рыбы по небу летают, условно говоря, люди и звери меняются местами. Эдвард Лир становится одним из создателей весьма популярного жанра юмористической поэзии, такого как лимерики. Если кто не знает, напомню, это короткие стихотворения с заданной рифмовкой, с определенным количеством слогов, условно говоря, созданного по строгим правилам и основанного на абсурдизме, абсурдности ситуации. Причем лимерики, как правило, должны начинаться с указания на место действия, и дальше за этим идет вот такое вот, какое-то абсурдное происшествие. Например, там жил один старик с мелок, которого жена запекла в пирог, и так далее, и так далее. Или там людоед из провинции Веди исключительно слушал соседей, он развешивал длинные уши и пока не дослушал, не кушал, и так далее. То есть вот такие вот непринужденные абсурдистские стихи, это часть тоже вегетарианской культуры, сказки Льюиса Кэрролла, «Оболись в стране чудес», «Оболись в Зазеркале», где есть масса всевозможных остроумных лингвистических шуток, основанных как раз на абсурдизме, в том числе на абсурдности, да, помним знаменитый диалог между чеширским котом и Алисой, да, «Куда я попаду, если пойду по этой дороге?» – спрашивает Алиса. «Отсмотря, куда ты хочешь попасть?» – спрашивает чеширский кот, и так далее, и так далее. «Видала я котов без улыбок, но чтобы улыбку без кота не видела никогда», и так далее. Это все тоже часть культуры нонсенса, да, и часть вот этой викторианской эксцентрики, например, знаменитые викторианские фотографии, скажем, знаменитые викторианские фотографии с отрезанными головами, да, представьте себе, человек с помощью фотомонтажа фотографирует себя таким образом, что, например, вот как этот джентльмен делает, держит в своей руке свою собственную голову на палочке, условно говоря, или, например, на блюде, и так далее, и так далее. Еще одной такой разновидностью эксцентрической фотографии викторианской является спрятанная мать, да, когда нужно было сфотографировать младенца, да, почему-то считалось хорошим тоном, что матери не должно быть в кадре, но чтобы младенец не пугался, мать драпировали какими-нибудь специальными ширмами или какой-нибудь, вот, условно говоря, там, покрывалом и так далее, и так далее, вот, например, как на этой фотографии, на которой, на самом деле, мать есть, только она спрятана за ребенком, она накрыта, ее не видно, да, то есть трудно представить себе викторианскую чопорную даму в такой роли, но на самом деле они нередко в такой роли выступали, поскольку эксцентрика, чудачество – это тоже часть викторианской культуры. И еще одна часть викторианской культуры – это волшебные сказки. Именно в викторианскую эпоху расцвела сказочная живопись, всевозможные сказки о феях, о разного рода изображении физиологической стороны жизни человека, на проявление физического несовершенства, то есть запрещено изображать физическое уродство, например, да, запрещено изображать болезнь, запрещено изображать особенно больных детей. Дети в литературе викторианского канона – это маленькие джентльмены, да, такие подобия взрослых, как, например, скажем, Оливер Твист в романе Чарльза Диккенса «Одноименном». Викторианская литература обязана быть назидательной, нравоучительной, она, соответственно, должна представлять героев полярно-противоположных. Есть герои-ангелы, на которых надо равняться, есть герои-демоны, которых надо бояться, соответственно, и так далее, да, и вот эта поляризация доводится иной раз до крайности, до гротеска, до контраста, условно говоря, и так далее. В викторианском каноне, так скажем, неким идеальным пространством становится пространство английской усадьбы, поместья, где собирается вся семья, где восстанавливаются родственные связи, где вокруг домашнего очага создаются семейные ценности и так далее. И поместья, например, противопоставляются большим городам, Лондону прежде всего, Манчестеру, Ливерпулю, как исчадью порока, где человек сбивается с пути, где его обязательно заманят в свои сети какие-нибудь хищные, там, ростовщики, или нечистые на руку торговцы, или блудницы какие-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Отсюда культ семьи, который противопоставляется разрушенным семейным связям, например. И непременный хэппи-энд, то есть каждый порядочный викторианский роман должен заканчиваться хэппи-эндом. Но еще раз повторяю, крупные викторианские авторы, такие как Чарльз Диккенс, Уильям Мэйпи Стейкери и многие другие, кого я уже упоминал, и особенно женщины-писательницы нередко нарушали викторианский канал, нередко позволяли себе то, что выходило за его рамки, изображение, например, физиологической стороны жизни человека, хотя очень-очень ограниченной, но тем не менее, чувственной любви, изображение, например, физических страданий и так далее, и так далее, и так далее. И вот в рамках, собственно, этой викторианской литературы и возникает женский роман как ее часть, но в то же время как особая часть, которая подготовлена, можно сказать, осознанием женщины своего особого положения в обществе. А что было такого особого в положении женщины в викторианском обществе? Женщине, конечно, отводилось в викторианском обществе очень подчиненное положение. Женщина воспринималась как, в первую очередь, приложение к мужчине, как хранительница домашнего очага, знаменитое немецкое правило 3К, кюхенкиндеркирхе, соответственно, кухня, дети, церковь, вполне приложима к викторианской эпохе. То есть женщина обязана заботиться о детях, быть хранительницей домашнего очага, помощницей мужу в его делах, условно говоря, если ей хватит ума для этого. Ну, по крайней мере, пыль со стола она вытереть может, или служанок организовать. Вот, и все, собственно, а больше ничего. То есть женщина, на самом деле, была чрезвычайно ограничена в юридических правах, она фактически их не имела, можно сказать. Выходя замуж, женщина, как правило, решалась прав на собственность свою, если она у нее была, да, и так далее, так далее, так далее. Женщина не могла распоряжаться своими детьми, то есть в тех случаях, если вдруг состоялся бракоразводный процесс, это была большая редкость, кстати. Женщина редко забирала с собой детей, и их просто суды не отдавали, поскольку дети считались, в буквальном смысле, собственностью отца, условно говоря, да. А женщина никаких прав не имела. Вот, женщина полностью зависела от мужчины, сначала от своего отца или старшего брата, затем от мужа, появляться женщине на улице, например, одной, без сопровождения мужчины считалось верхом неприличия. То есть, если дама идет по улице одна, значит, это дама, сами понимаете, какого рода занятие, да, или дама с пониженным уровнем социальной ответственности, как сказал бы наш президент, да. Вот, то есть, можно сказать, что положение женщины в викторианском обществе, казалось бы, незавидное, да. И женщина это чаще всего действительно такой придаток к мужу, можно сказать. Идеал викторианского общества это домохозяйка, мать семейства, да, ангел супружества, соответственно, ангел домашнего очага, которая должна при этом быть учтивой, галантной, воспитанной, соответственно, элегантной, должна уметь рукодельничать, да, и так далее, и так далее, заниматься музыкой. Но при этом она должна быть и, как говорила одна из представительниц этой самой викторианской эпохи, Изабелла Битон, в своей книге, посвященной воспитанию женщины, она должна быть генералом домашнего фронта, да, домашним генералом, который должен знать, какие слуги в доме чем занимаются, сколько платить кучеру, сколько платить дворецкому, чтобы никто никого, не дай бог, не обокрал, чтобы очень четко организовать вот это вот хозяйство викторианского дома, условно говоря, и так далее, и так далее. То есть в ней должен сочетаться и вот этот ангельский нрав, и в то же время прагматичность, экономичность, условно говоря, и так далее. И при этом, конечно, еще и женщина должна быть, можно сказать, матерью, да, при том, что сексуальная сфера, как я уже говорил, чрезвычайно ограничена, и о чувственной любви здесь мало кто вообще рассуждает, и то, что позволено мужчине, не позволено женщине. Если мужчина совершает супружескую измену, его, конечно, за это накажут, но не столь строго, как могли бы наказать женщину, да, и тот факт, что, например, женщина в ответ на супружескую измену вдруг хлопнет дверь и уйдет из дома для викторианского общества, просто невообразим, да, он просто невозможен. И если говорить, например, об образовании женщин, то, несмотря на все перечисленные мною обязанности, да, в принципе, считалось, что женщине не нужно образование в специальных учреждениях, что достаточно домашнего образования для того, чтобы уметь делать вот все то, о чем я говорил выше. И по-настоящему первое образовательное учреждение для девочек появляется только в середине века, да, в 1848 году был основан в Лондоне женский королевский колледж на Харли-стрит, это было одно из немногочисленных учреждений, где давали образование девочкам, да, такой институт благородных девиц, можно сказать. Вот позже был основан женский Четтлхемский колледж, да, и уже к концу 19 века потихонечку появляются женские школы во многих английских городах, хотя это было все-таки по большей частью редкостью. И, кстати, английские дамы нередко получали образование в Европе, в Бельгии, например, во Франции, да, и в частных пансионах и так далее. В то же время, например, женщины из низших классов были вовречены в производство, они работали на заводах, на шахтах, в некоторых английских городах есть памятники женщинам-труженицам 19 века, да, и для среднего класса тоже постепенно начинают появляться те отрасли, где женщина может себя реализовать, если она воспринимает себя не только как вот такого ангела супружества, условно говоря, хочет к чему-то себя применить, то появляются, например, такие профессии, как учительница, например, сельская учительница, быть сельской учительницей не зазорно, да, как, например, гувернантка, да, и в английской литературе появляется целый поток произведений о гувернантках, в том числе и среди тех авторов, о которых мы сегодня с вами говорим, да, еще одна сфера, где женщина может реализовать себя медицина, да, то есть женщина может быть санитаркой, медсестрой, врачом нет, врачом компетенции, извините, не хватит и медицинского образования женщине вот такого, чтобы позволить ей быть хирургом, например, никто не давал, да, но быть сиделкой, быть, скажем, сестрой милосердия, это пожалуйста. Хотя на самом деле подобного рода случаи, когда женщина все-таки предпочитала семье и замужеству, ипостась сестры милосердия или гувернантки, или учительницы, все равно рассматривались как что-то маргинальное, да. Знаменитая сестра милосердия Флорес Найтингейл, которая посвятила себя всю жизнь свою полностью, вот так и не выйдя замуж, уходу за больными, развитию, по сути, женской медицины, условно говоря, и так далее, все равно в викторианском обществе, несмотря на то, что она пользовалась большим авторитетом и уважением, рассматривалась скорее как маргинальный вариант, как исключительный случай, да, и вряд ли какая-нибудь почтенная викторианская домохозяйка хотела бы, чтобы ее дочка в будущем избрала себе путь, подобный пути Флоренс Найтингейл. Но, несмотря на это, все равно сдвиги в отношении прав женщин в викторианском обществе постепенно назревали, происходили, и не случайно именно в Англии будут проводиться потом конгрессы суфражисток, именно в Англии движение суфражисток, женщин, отстаивающих свои избирательные права, будет протекать наиболее остро, да, в начале 20 века, когда суфражистки будут приковывать себя наручниками к забору вокруг здания парламента, требовать избирательных прав для женщины, в начале 20 века избирательные права будут женщинам предоставлены. Может быть поэтому, потому что женщина в викторианском обществе постепенно начинает играть роль не только хранительницы домашнего очага, но в том числе и человека, который ответственен за культуру, за душу, за сферу духовности, в середине 19 века появляется очень мощная генерация женщин-писательниц. Предшественницей, так скажем, расцвета женского романа в 19 веке становится Джейн Остин, автор многочисленных, хорошо нам известных романов, например, таких как «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность» и многих других, да. Соответственно, книги Джейн Остин, которые неоднократно впоследствии экранизировались, еще пока не носят такого революционного характера, можно сказать, в изображении внутреннего мира женщины, хотя тут определенный сдвиг уже происходит, да. Тут изображается предвикторианское общество тоже с его чопорностью, с его какими-то стереотипами, предрассудками, и в то же время с уже, так скажем, осознающей себя как личность женщины, которая вольна выбирать, которая, несмотря на некий предначертанный ей путь, да, путь домохозяйки прежде всего, тоже вольна впадать в определенные заблуждения, но при этом и избавляться от этих заблуждений, становиться самостоятельно мыслящей личностью, условно говоря, и так далее, и так далее. И полные юмора, саркастические достаточно, романы Джейн Остин заложили базис для развития женского викторианского романа, который по-настоящему расцвел уже спустя несколько десятков лет, да, в творчестве прежде всего блестящей, вот такой плеяды женщин-романисток, да, как «Сестры Бронте». Семейство Бронте – это очень талантливая такая среда, да, из которой вышли три чрезвычайно интересных писательницы, занимающие особое место в английской литературе. Это старшая сестра Шарлотта Бронте, 1816-1855 годы жизни, да, автор знаменитых романов Джейн Эйр, 1847 год, Шерли, соответственно, 1849 год, Городок, 53-й, Учитель, 57-й, незаконченного романа Эмма. Это ее сестра, вторая сестра в семействе Эмили Бронте, 1818-1848 годы жизни, да, автор единственного, но прогремевшего на всю планету романа «Грозовой перевал», который вышел в том же году, что и Джейн Эйр, да, старшей сестры Шарлотты, их очень часто сопоставляли, противопоставляли друг другу, условно говоря, и так далее. И это, наконец, третья младшая сестра Энн Бронте, которой было отведено еще меньше лет жизни, да, она прожила всего 19 лет, 1820-1849 годы жизни, вот, 29 лет, извините. И, соответственно, судьба Энн Бронте тоже чрезвычайно трагична, да. Энн Бронте автор двух романов «Агнес Грей», 1847 год, незнакомка из «Уайтфелл Холла», 1848 год, и творчество младшей сестры, к сожалению, менее известно, в том числе, кстати, по вине старшей сестры. Джейн, соответственно, Шарлотта Бронте запретила переиздавать романы своей младшей сестры, в то время как, например, после ее смерти, да, в то время как, например, переиздание «Грозового перевала» Эмили Бронте она разрешила. И поэтому младшая сестра оказалась как бы в тени, можно сказать, двух старших. Вот почему она это сделала, это уже другой разговор, да, который требует особого, так скажем, погружения в взаимоотношения между ними. Но судьбы этих удивительно талантливых девушек, потом женщин, да, были чрезвычайно непростыми. Они родились в семье священника с ирландскими корнями Патрика Бронте, рано остались сиротами. В 1821 году мать сестер Бронте умерла, и дети остались на попечении отца. Всего в семье было шестеро детей, впоследствии две старшие сестры Мэри и Элизабет скончались, и Шарлотта стала старшей сестрой в семействе. Кроме того, у сестер Бронте был еще брат Патрик Бернол Бронте, соответственно, который тоже умер впоследствии от туберкулеза, но и также от употребления алкоголем и даже опиумом. Жизнь их протекала в достаточно суровых условиях на севере Англии, в Йоркшире, в мрачных окрестностях, соответственно, деревеньке, где они провели большую часть своего детства. И деревенька эта называлась Хоэрт. И, тем не менее, Патрик Бронте стремился дать своим детям хорошее образование, стремился, чтобы они были начитанными. Сделал все возможное для того, чтобы они рано научились читать, чтобы нашли себя в жизни. Хотя это во многом было продиктовано и бедностью в том числе, потому что девочкам надо было как-то зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить себя. Надеяться только на счастливый брак в глубинке Йоркшира дочкам священника не приходилось. И, соответственно, они получили изначально образование в школе для детей священников. Кованбриджская школа она называлась, тоже в Йоркшире, где учились дети младших клириков. Это было очень мрачное учебное заведение со строгими законами, которое стало в дальнейшем как раз прототипом школы Лоуд. Из знаменитого романа Шарлотты Бронта «Дженея». И в дальнейшем девочки получили возможность учиться в Роухеде, более привилегированной школе, где Шарлотта после будет работать учительницей с 1835 по 1838 год, куда она устроит учиться Эмили, а потомку вместо Эмили Энн Бронте. Позже Шарлотта Бронте будет работать гувернанткой с 1839 по 1841 годы. И Эмин Бронте тоже придется пройти этот путь и этот опыт в дальнейшем отразить в ее творчестве. В 1842 году Шарлотта Бронте уезжает учиться в Бельгию в школу-интернат бельгийского педагога Эжей Легер, как его иногда на английский язык переводят, соответственно, где она провела буквально полтора года, но эти полтора года были одним из ярчайших событий в ее жизни. И свою младшую сестру она тоже с собой взяла в Бельгию ненадолго. И в дальнейшем Шарлотта приедет в Бельгию еще раз для того, чтобы преподавать там английский язык. Позже она вернется в Англию и вместе со своими сестрами попытается открыть школу для девочек в 1844 году. Но попытка эта обернется неудачей. И в конечном счете, соответственно, вот эти их педагогические опыты ничем не завершатся. Шарлотта в дальнейшем начнет литературную карьеру с публикации, и не только Шарлотта, и вообще все три сестры Бронта будут пытаться добиться признания, опубликовавшись впервые анонимно, под псевдонимами, соответственно, опубликовав свои стихотворения, которые назывались просто и незатейливо. Стихотворение Каррора, Эллиса и Эктона Беллов. То есть под фамилией Белл скрывались сестры Бронты, а под тремя мужскими именами скрывались три сестры. И несмотря на то, что эта книга вызвала достаточно интересные отклики, она прошла, по большому счету, незамеченной в высокой литературе, и сестрам Бронты приходилось биться за то, чтобы достичь признания. И когда они стали публиковаться под своими именами позже, это произошло значительно позже, сначала им приходилось публиковаться под именем Беллов, под мужским псевдонимом, добиться признания в мужской аудитории было очень непросто, потому что было явное предубеждение. Женщина писать не может, женщина писать не умеет, в вегетарианском обществе ей этого не дано, условно говоря. И ранняя смерть, к сожалению, Эмили Бронте, Энн Бронте оборвала их творчество в самом расцвете, кто знает, чтобы они еще успели написать поживее они еще хотя бы несколько лет. На долю Шарлотты Бронте было отведено чуть больше времени, поэтому она успела написать несколько книг, соответственно, но тем не менее, и ее участь тоже была трагической, выйдя замуж, Шарлотта Бронте в конечном счете забеременев, умерла от легочной инфекции, как считается, хотя есть разные точки зрения, есть версия по поводу ее смерти от истощения в результате тяжелого токсикоза и так далее. И сегодня сестры Бронте, несомненно, вот такая, можно сказать, символическая фигура в английской литературе, потому что именно им удалось переломить отношение к прозе женщин-писательниц, да, то есть женщины писали и до них, была Джей Ностин, была Мэри Шелли, жена знаменитого поэта Шелли, да, автор романа Франкенштейна или Нового Прометей, но их не воспринимали всерьез, Джей Ностин воспринимали просто как пишущую домохозяйку, которая там у себя в поместье, соответственно, сидит и что-то там бояет, да, а именно книги Шарлотты Бронте, Джей Нейр, именно знаменитый роман Эмили Бронте, «Грозовой перевал», вышедший в один год, и книга, соответственно, младшей сестры Бронте, Агнес Грейг, да, такой роман о гувернантке, соответственно, совершили своеобразный переворот в представлениях сначала англичан, а потом всего мира, о том, что такое женская проза, что женщина, оказывается, может быть главной героиней, женщина может быть автором книги, которая обращает внимание на богатый внутренний мир человека, женщины прежде всего, причем читатель ведь привык к тому, что героиня женщина должна быть обязательно красивой, да, в мужской прозе тоже нередко авторы прибегали к повествованию от лица женщины, да, например, был роман Сэмюэля Ричардсона, автора еще 18 века, «Помэла» или «Вознагражденная добродетеля», добродетельной служанки, которая отбивается от назойливых ухаживаний своего хозяина, который в дальнейшем даже чуть ли не пытается ее изнасиловать, но несмотря ни на что она преодолевает все эти, можно сказать, препоны и получает достойное вознаграждение в виде замужества, или роман Кларисы, или история молодой леди того же Ричардсона, но тем не менее погрузиться именно в духовный мир женщины, да, для которой внешняя красота не главная, например, Джен Эйр в романе Шарлотты Бронте внешне не самая привлекательная, там не говорится, конечно, что она, извините, уродина, но и не говорится, что она красавица, да, собственно, основной акцент делается именно на внутреннем мире главной героини, на ее стойкости, ее умение быть независимой, свободной в своих суждениях и отстаивать свое право на счастье. И хоть право это в викторианском обществе на самом деле еще не очень велико, и, так скажем, вот тот кусочек, где женщина может быть счастлива по своей собственной воле, а не по чьей-то указке, тоже достаточно невелик, да, но он уже есть, и путь, так скажем, женщины в этом обществе, где она выгрызает себе место под солнцем, да, не путем каких-то ухищрений, как плутовка, например, в плутовском романе еще XVIII века, Больф Лендерс, например, именно такой привыкли видеть героиню женщину, либо страдающей красавицей в пассивном залоге, да, либо, соответственно, плутовкой и мотовкой, способной на все дамы полусвета, а вот честной, добродетельной, милосердной героиню реалистического романа, и вообще, в принципе, романа как такового, не видел в английской литературе еще никто. И несмотря на то, что в романах Джейн Эйр и Грозовой перевал, и Агнес Грей, еще очень много романтического, исключительного, готического даже, есть отголоски готического романа, сентиментальности какой-то, тем не менее, в них закладываются основы реалистического взгляда на женщину, как на человека с особым внутренним миром, со своими, можно сказать, убеждениями, способную на самостоятельный выбор, как это делает Джейн Эйр, да, уйдя из поместья Рочестера, отказавшись быть его содержанкой, по сути, пока живая у жена, отказавшись от предложения сент-джона Риверса, да, быть ему верной подругой и миссионеркой в его миссии, потому что он любит не столько ее, сколько она ему нужна именно как сподвижница, да, и она отстаивает свое право на выбор, она готова быть честной учительницей, бедной, но честной, нежели покупающейся в роскоши содержанкой, условно говоря, она прямо об этом заявляет. И такова же судьба, например, гордых и, можно сказать, независимых героинь из романов Эмили Бронте, «Грозовой перевал», Кэтрин Эрн Шоу, например, ее младшая, ее дочерь, соответственно, и из романов Эм Бронте, «Агнес Грей», и особенно из ее второго романа, соответственно, незнакомка, соответственно, из «Уайтфред Холла», где изображается вообще невозможная для викторианского общества ситуация, где женщина, доведенная до отчаяния алкоголизмом своего мужа, забирает детей и уходит из дома, громко хлопнув дверью для того, чтобы стать художницей, писать картины. Это вообще ситуация невозможная в викторианском обществе, да, но в романе Энн Бронте она описана, да, ситуация вполне реальная, вполне возможная, соответственно, наполненная множеством подробностей, деталей и так далее, и так далее. И вот на этот путь, который был проторен как раз сестрами Бронте, да, затем придут уже позже такие писательницы, как, скажем, Элизабет Гаскел и Джордж Элиот. Они, да, будут уделять меньшее внимание внутреннему миру вот такой независимой женщины. У них все-таки женщина чаще появляется в роли хранительницы домашнего очага, но ее внутренний раскол, ее какие-то внутренние неурядицы, все это тоже становится предметом обсуждения. Особый внутренний мир женщины – это то, что отстаивают эти женщины-писательницы. Элизабет Гаскел – чрезвычайно интересная фигура, будучи домохозяйкой, практически безвылазно живя в Манчестере, в доме своего мужа, мать четырех детей. Она, тем не менее, стала во многом человеком, осмыслившим путь женщин-писательниц до, соответственно, того момента, как женское литературное творчество стало нормой. Элизабет Гаскел принадлежит знаменитой биографии о своей предшественнице Шарлотте Бронте. Элизабет Гаскел написала творческую биографию, такую вот очень интересную художественную биографию своей предшественницы. И Элизабет Гаскел писала уже под своим собственным именем, доказывая, что женщина имеет право писать не только под псевдонимом, от лица мужчины, но и как женщина, соответственно, доказывая, что она имеет право на серьезные темы. Например, ее роман «Мэри Бартон» затрагивает тему чертизма, разгрома рабочего движения. Соответственно, роман Кренфорд милый, добрый, изображает нравы маленького провинциального городка, но и в нем есть на самом деле достаточно серьезные реалистические моменты, изображающие провинциальные захолустья и в то же время какие-то неурядицы во взаимоотношении классов, полов и так далее. И да, в ее творчестве, конечно, еще хватает сентиментальности, как в романах «Руфь», «Север и Юг», соответственно, «Поклонники Сильвии», но особенно уже в поздних романах «Жены и дочери», например, «Кузина Филлис», акцент делается в том числе на потайных определенных сторонах викторианского вот этого парадного фасада, прикрывающего семейную жизнь, на явных своих скелетах в шкафу и очень непростых буднях женщины, соответственно, которые слишком много приходится пережить и пропустить через себя. И можно сказать апофеозом вот такого уже реалистического женского романа становится творчество Джордж Эллиот, очень незаурядной фигурой в британском романе середины 19 века, 1819-1880 годы жизни. Да, она писала под мужским псевдонимом Джордж Эллиот, настоящее ее имя Мэри Эванс, но несмотря на это Джордж Эллиот стала во многом как раз адептом, апологетом феминистского движения в Англии. У нее очень многому учились суфражистки. Она нарушала викторианские нормы поведения, проживя всю жизнь в гражданском браке, так и не узаконив отношения со своим гражданским мужем. Она получила прекрасное образование в частном пансионе и в дальнейшем работала в качестве редактора, журналиста, соответственно, доказывая право женщины на литературное творчество, литературную работу, условно говоря, и так далее. Она выступала в качестве критика, в качестве литературного полемиста вот такого. С 1857 года она выступает под псевдонимом Джордж Эллиот, но это имя становится в конечном итоге ее визитной карточкой и начинает восприниматься не просто как мужской псевдоним, а гордо, так скажем, носимое ею имя, которое превращается в признак своего особого почерка. После смерти мужа Джордж Эллиот некоторое время пыталась выступать в качестве, так скажем, человека, систематизирующего его наследие. Ее муж, известный публицист, критик, соответственно, был достоин того, чтобы его имя прославить в обществе, и этому она посвятила два года. Впоследствии, вторично выйдя замуж, уже официальным браком, к сожалению, Джордж Эллиот прожила недолго. В 1880 году, спустя несколько месяцев после замужества, скончалась от легочной инфекции. Но Перу Джордж Эллиот принадлежат интереснейшие романы. Адам Битт, 1859 год, Мельница на Флося, 1860 год, Сайлас Марнер, 1861 год, Рамола, 1863 год, Феликс Холт, 1866 год. И сложнейший, интереснейший панорамный роман «Миддл Марч», в котором изображается жизнь маленького городка, множество вот таких вот линий, сходящихся в единую точку, связанных с принесением себя в жертву, каким-то имущественным отношением, с неудачными браками, с загубленными жизнями, условно говоря, которые изображают английскую действительность того времени достаточно мрачной, бесперспективной, но в то же время достойной того, чтобы ее осмыслить и сочувствовать людям в ней живущим, условно говоря. А романы Сайлас Марнер и Адам Битт погружают читателя в атмосферу жизни простонародья. То есть герой-плебей, соответственно, простой ткач, или, соответственно, плотник Адам Битт, ткач Сайлас Марнер, до сих пор не становились героями литературы. Теперь Джордж Элли отдает им голос. И несмотря на то, что это не героини женщины, да, но женщины в ее романах тоже играют не последнюю роль, и в принципе ей удается незначительно демократизировать литературный процесс, сам факт литературного творчества и доказать, что женщина имеет право на то, чтобы зваться писательницей. У нее есть своя особая манера, можно сказать, есть свой особый ценностный мир, да, и так далее. И такие авторы, как Джейн Остин, сестры Бронте, Элизабет Гаскелл, Джордж Эллиот, внесли весьма серьезную лепту не просто в развитие реалистического романа в Англии в 19 веке, да, но и значительно, можно сказать, усовершенствовали вообще саму технику написания романов и привлекли внимание к внутреннему миру женщины, к ее статусу, в чем их особая заслуга. Собственно, на этом, пожалуй, мы бы с вами, наверное, уже завершили разговор, да, то есть в целом мы видим, что женщины-писательницы, конечно, не просто внесли ощутимый вклад в британскую литературу, в викторианской эпохи, но и в целом, соответственно, в литературу всего мира, да, и если вам интересны творчества этих писательниц, если я пробудил хоть сколь-нибудь малый интерес к их личностям, пожалуйста, приходите в Челябинскую научную муниципальную библиотеку, здесь есть книги и, соответственно, Шарлотты Бронте, и Эмили Бронте, и их младшей сестры, и книга Элизабет Гаскелл о Шарлотте Бронте, соответственно, и Джейн Остер, то есть все они.